Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Агентство Temp. Добро пожаловать в будущее! Или прошлое? Пойди разберись, когда путешествия во времени стали настоящей реальностью. Коробка игры оформлена потрясающе стильно, как и все компоненты внутри. Агентство Temp это необычная игра, балансирующая на грани между настольной и ролевой игрой. В ней вам предстоит стать агентами времени, путешествующими в разные миры и эпохи при помощи специальных капсул. И самое главное в ней сюжет и загадка, которую вам предстоит разгадать. И поэтому в рамках данного обзора я постараюсь максимально не раскрывать сюжет. И покажу все на примере первых игровых локаций. Каждый игрок представлен на поле своей фишкой агента и берет под контроль так называемое тело-приемник, то есть персонажа из той эпохи, в которой разворачивается действие игры. В сюжете базовой коробки игры это психиатрическая лечебница 1921 года. Каждый персонаж имеет свои параметры, отвечающие за различные игровые проверки, а также уровень устойчивости и здоровья. Ну и свои личные особенности, обозначенные на карте в текстовом виде. В левом верхнем углу поля расположен план местности, на котором указаны доступные вашей группе локации и ваше текущее местоположение. По ходу игры вы будете получать доступ и к другим местам, обновляя карту. Но переход из одной локации в другую будет стоить вам очень ценного времени. Каждая локация предстает перед игроками в виде панорамы того, что вы видите внутри. В каждой локации вы можете найти полезные предметы, а также узнать новые сведения на пути к решению загадки. Некоторые элементы локации не будут вам доступны до тех пор, пока вы не выполните особые условия или не получите нужный предмет. Некоторые не отпустят вас, пока вы не пройдете определенную проверку. Но время бежит постоянно, и оно тратится на действия вашей группы. Заплатив единицу времени, каждый из вас получает право сделать по одному действию. Можно либо переместить свою фишку на другую карту в локации и прочитать ее текст, либо остаться на месте и провести проверку навыка, если карта велит это сделать. На проверке обозначено, сколько и каких щитов надо выложить на специальные деления на поле. Игрок бросает столько кубиков, каков соответствующий параметр у его персонажа. Каждый такой значок позволяет снять один щит. Затем, если в проверке есть хотя бы один щит с черепом, и игрок выбросил хотя бы один череп на кубиках, он получает ответный удар. Сложите число черепов на щитах и кубиках, что вы бросали. Если оно меньше или равно вашей устойчивости, вы не получите урона. Если же оно больше, потеряете количество здоровья, равное разнице. Если персонаж лишился последней единицы здоровья, он временно покидает поле, но вернется в игру через 7 единиц времени. Однако, если время к этому моменту уже выйдет, или же проиграют все игроки, текущая партия будет проиграна. Но это не повод отчаиваться, ведь вы всегда можете отправиться в прошлое и начать все сначала. А некоторые предметы и сведения будут доступны вам даже в следующих партиях, упрощая поиски. В правилах есть и рекомендации о том, как сохранить ваш игровой прогресс даже в середине партии, что довольно удобно, если игра затянулась. Агентство Temp – это игра, о которой очень сложно рассказывать, и уж тем более показывать, ведь каждое лишнее слово и каждый пример может дать игрокам подсказку о решении главной задачи. Тем не менее, игра дает невероятно интересный и богатый опыт настоящего приключения, в которое вы погружаетесь с головой. Стоит также отметить, что в базовой коробке присутствует всего лишь один игровой сценарий, переигрывать который после прохождения практически не имеет смысла, ведь в таком случае теряется вся суть детективной истории. Но к игре уже выпущено целых три дополнения, каждая с новой историей в разных временах и эпохах. Агентство Temp – это кооперативная игра, которая позволит вам взять до трех своих друзей в самое настоящее фантастическое приключение. Нечасто настольные игры позволяют настолько погрузиться в другие миры. Субтитры создавал DimaTorzok